Значит так, Александр Григорьевич говорит вам пенсионерка, ей 92 года, которая прекрасно помнит войну и пережила ее, но если сравнить, как теперь обращались с людьми, с мирными, так уже фашисты остались, у нас полный геноцид. Как можно своих людей доводить до того, или полуживых пускать, или исковеченных, израненных, избитых? Скажите, какая мать вас воспитывала, почему вы давали такие указания, чтобы так издевались над людьми? Где все остальные люди, которых вы арестовали, и их нет? Или они уже не живые там? Вот. И народ собрался для того, чтобы сказать вам то, чего он выходит на площадь. Вас просили организовать честные, открытые выборы под счет голосов открытый. Кто победит в выборах, тот и будет президентом. Почему вы этого не сделали? Всякие старшевские, всякие ваши там прислужники ходили у комиссии и диктовали, сколько должно за вас проголосовать, а сколько за Тихановскую. А Тихановской много? У мусорку. И вместе с милицией. Так скажите, что народ уже бараны, хотя вы их называете отморожки, дурачи такие-сякие. Разве это? Решт президента с народом, как так относиться? Так теперь, чего ж вы обвиняете народ? Вы ж сами его до этого довели. Значит так, найти и возвратить людей, которые были арестованы и издевались, как стали рассказывать, как издевались, это уже фашизм у высшей степени. Фашизм у высшей степени. Вот. Дальше просит. Честные выборы. Хотите проводить новую? Хотите гэты считайте? Кто победит, тот и президент. Кто победит, честно. Победите вы на здоровье. Народ вам ничего против говорить. Победил в честной борьбе. На здоровье. Еще раз. И еще остывайся в своем кресле. Но вы что закрылись, вы что делали все и делали так под вас, как у вас было 80, а у Чихановских 10. Там, дай бог, как было 50 на 50, а то там может было в 10 раз, у некоторых округах было в 10 раз больше, чем у вас. Так что ж вы теперь обвиняете людей? Дальше. Как можно так врать и так заставлять журналистов, чтобы они писали то, что им диктует власть? Это нечестно. Люди должны чувствовать себя свободно, должны уважать власть, должны быть честными, исполнять честные законы, если законы для людей. Тогда такой протеста никогда бы не было. Ищите причину в себе, а не в людях. Вот. И вы там кричали на площади, кто вас там поддерживал. Ну, уже передали, что доставляли, просили, как приехали. Ну, ладно, приехали, поддержали вас. Так почему вы справили крик, так и дикий, и обвиняли у всех, у всех людей? А причина-то не в людях, а причина-то у вас. Потому что еще время людям врали. А вот вранье не всегда кончается благополучно. Продолжение следует... Продолжение следует...